Привет всем. Это видео о том, как восстановить данные после сброса Windows 10 к исходному состоянию, сброса ноутбука к заводским настройкам или переустановки Windows. В одном из предыдущих роликов мы уже рассказывали о том, как сбросить Windows 10, 8 или 7 к исходному состоянию или заводским настройкам. Часто осознание того, что после сброса или переустановки системы на компьютере отсутствуют файлы, которые пользователю необходимы, приходят только со временем. Итак, на нашем компьютере есть файлы, документы, изображения. Чтобы продемонстрировать, как восстановить данные после сброса системы, вернём тестовый компьютер в исходное состояние. Восстановление файлов пользователя после сброса ноутбука к заводским настройкам или при установке Windows осуществляется аналогичным образом. Для этого переходим в параметры, обновление и безопасность, восстановление. Под пунктом «Вернуть компьютер в исходное состояние» нажимаем кнопку «Начать». В появившемся окне выбираем функцию «Удалить всё». Просто «Удалить мои файлы». «Продолжить». После этого система автоматически переустановится. В процессе система может перезагрузиться несколько раз. Это займёт какое-то время. Для окончания процесса сброса системы также потребуется осуществить дополнительные настройки. Они схожи с теми, которые делаются при переустановке Windows. Об этом смотрите в предыдущем видеоролике нашего канала, ссылку на который вы найдёте в описании. Система сброшена к исходному состоянию и наши файлы, которые хранились на компьютере, утеряны. После переустановки Windows или сброса ноутбука к заводским настройкам, вы увидите такую же картину. Чтобы восстановить утерянные в результате сброса системы, переустановки Windows или сброса ноутбука к заводским настройкам файлы, установите и запустите Hetman Partition Recovery. Для этого переходим на сайт разработчика и бесплатно скачиваем программу. Ссылка на страницу программы будет в описании. Сканируем с помощью предлагаемых программой инструментов жёсткий диск компьютера. Для этого кликаем на диск C, выбираем полный анализ и нажимаем Далее. Запомните, что по умолчанию Windows 8 или 10 сохраняет все документы и личные файлы пользователя в папку Документы, которая располагается в папке пользователя на диске C. Картинки и фотографии в папку Изображения. Загруженные из сети файлы в папку Загрузки. А файлы рабочего стола в папку Рабочий стол. Именно из указанных папок и следует начать искать утерянные файлы пользователя. Пути к указанным папкам на диске C будут в описании к видео. После окончания процесса сканирования жёсткого диска компьютера, перейдите с помощью программы в папку, с которой необходимо восстановить файлы. Также утерянные файлы могут находиться в папке программы «Удалены и найдены» или «Глубокий анализ». В разделе «Удалены и найдены» находятся те файлы и папки, местоположения которых не удалось определить. Обязательно проверьте этот раздел, если не сможете найти файлы на месте изначального расположения. Программа производит поиск удаленных файлов не только из файловых таблиц, но и по их содержимому. Комплексно анализируя содержимое дисков, утилита находит сигнатуры, обозначающие начало и окончание файла. Найденные таким образом файлы располагаются в папке «Глубокий анализ» и расположены в папке по типам файлов. Перенесите нужные файлы в список восстановления и нажмите «Восстановить». Выбираем необходимый метод для сохранения файлов. Я выберу «Сохранить на жёсткий диск». Настоятельно рекомендую сохранить восстанавливаемые файлы на другой диск или носитель, чтобы избежать возможного их затирания. Поэтому выбираю диск «Е» и создаю для восстанавливаемых файлов папку. Ок. «Восстановить». Готово. Переходим в созданную на диске «Е» папку и видим, что файлы восстановлены. Аналогичным способом с помощью Hetman Partition Recovery можно восстановить данные после форматирования жёсткого диска. Сбоя в работе операционной системы или жёсткого диска. Повреждения файловой системы. С повреждённых или недоступных разделов диска. А также после очистки корзины или случайного удаления файлов. Если в результате переустановки или сброса Windows был утерян не только системный раздел. То в таком случае с помощью программы можно произвести анализ всего жёсткого диска компьютера. Для этого в разделе «Физические диски» кликните на нужном диске и запустите анализ. В результате программа восстановит данные всех утерянных разделов анализируемого диска. Об этом мы расскажем в одном из наших следующих видеороликов. Если вам понравилось данное видео – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас возникли вопросы – задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!